О родном Кавказе они поют на эстонском языке. В конце 19 века сюда пешком и на телегах, преодолев горы, прибыло несколько семей из Эстонии. Основали поселок, и Красная Поляна стала их новой родиной. Именно в Эстасадке, одном из старейших сел-курорта, появился первый клуб Дом культуры ровно сто лет назад. Построили его, кстати, по совету знаменитого эстонского писателя Тамсаари. Он был в Красной Поляне. Это строение давно не используется, но не исключено, что его сохранят рядом с новым зданием Дома культуры, который будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время. Дом культуры – это далеко не первый, не последний шаг на дороге превращения поселка в место комфортного проживания и отдыха. Вокруг современные горнолыжные комплексы, построенные к Олимпиаде. Внутри новая коммунальная инфраструктура. Глава Сочи Анатолий Пахомов напомнил, развитие Стасадка под контролем властей. Мы пять лет занимались этим поселком, как в Красной Поляне, как и многими другими населенными пунктами города. Такие произошли преобразования в поселки. Есть все буквально. Есть хорошая больница в Красной Поляне, великолепные улицы, красивые дома. Особая благодарность главы Сочи жителям поселка, тем представителям эстонской общины, которые активно участвовали в благоустройстве. Здесь ценят, что преобразования коснулись и культурной сферы. Председатель эстонской общины Герман Вальдер считает символичным то, что новый современный клуб на 350 мест строят, по сути, уже в новом Стасадке. Шикарного здания, за которое я многим очень хотел сказать спасибо, потому что если бы Анатолий Николаевич не началась бы вот эта вся кухня, для того, чтобы у людей появился дух вот этой радости. Праздники подобны торжеству в честь Дня поселка здесь обещают проводить регулярно. Именно здесь, на Поляне, у Старого Дуба, где первыми переселенцами и закладывались традиции, которые развиваются и сегодня.